Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну 19 часов 4 минуты Страна ФМ Мы сидим за столом Да что, если надо, я бы вообще, я не знаю, на колени бы встал Сейчас гимн заиграет Сейчас гимн заиграет, да я объявлю, торжественно У нас в гостях мастер спорта международного класса 11-кратная чемпионка мира 11-кратная чемпионка Европы Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина Здравствуйте, меня никогда еще так грандиозно не объявляли Ошибок нет? Нет, никаких ошибок Я за себя буду говорить, я тобой восхищена Я вообще восхищена нашими синхронистками Вот у меня три таких вот части спортивных нашей России Это гимнастки, балет и, конечно, вы синхронистки И что самое интересное, ты такая живая, классная девчонка Ты пришла, нам рассказываешь про свой отпуск У тебя сейчас отпуск, да? Вот 25 сентября Да, как олимпийские чемпионки его проводят Вот что это у тебя режим У тебя диета, у тебя спорт Как это все выглядит для нас? У меня на самом деле нет никогда определенного графика Я вот живу, как мне хочется Захотела, поела тортик, захотела, поехала в Турцию Слава Богу Это когда отпуск? Да, когда отпуск, конечно Сейчас я пока была только на Урале Вот в нашей России Там тоже спорт Там был спорт, очень жесткий на самом деле Активный отдых, да? Да, я там постоянно двигалась и активничала Мы ездили с нашим доктором, кстати, командным Это обязательно условие или он просто как гость был? Он был как предводитель наш Ааа То есть вы дружите? Да, да, мы дружим Он провел нас по целому там маршруту Вот, потом, что я еще успела? Пока ничего больше не успела Слушай, ну ты же не устала, правильно? Ты же так любительский спорт, да? Еще же надо на Урал съездить, на реке, так сказать А ты и в горы, так понимаю, тоже ходила там, да? Да, мы немножечко посещали скалы, горы всякие Слушай, а тебе не хочется просто вот посидеть иногда? Телек посмотреть, сериалов только Ну что такое, да? Кино классное там А мне это... Хочется, но я обычно делаю это по ночам По ночам А, ну конечно, ночь уже, действительно, свободное время Да Ну я такой человек, мне хочется активничать Я не могу долго сидеть Если и сидеть, то только на природе Смотри, вот у тебя все-таки там плавание, бассейн Твоя стихия Ты прям, как говорят, рыба в воде Вот тут даже никаких нет аналогий Вот изначально у тебя как любовь проявилась к этому? Ты просто стала ходить как секция, как хобби И потом поняла, что это твое или нет? Меня в семь лет отдали Я тогда еще не совсем определенные желания имела Я просто любила водичку И мама воспользовалась этим моментом Она бросила меня в бассейн Вот, но помимо этого я еще занималась рисованием Я ходила на танцы Я к чему это спрашиваю? То есть был выбор? То есть в принципе ты остановилась на этом? Да То есть выбрала из множества всего? Да, моя мамочка, слава богу Она мне предоставляла постоянно возможности Водила меня с одного кружка на другой И возможно именно из-за этого у меня развились Творческие способности, не будем скромничать Да, конечно же Талантливый человек во всем должен быть талантливым, естественно Да, но должен акцент делать на чем-то одном Не распыляться А как у тебя получилось не распылиться? Ведь ты могла, знаешь, одно, второе, третье И как-то вот и жить среди всего этого Ну, наверное, тут немножечко мама надавила Вот чуть-чуть надавила, это грубо сказано Но она в какой-то момент сказала, что да Давай-ка мы все-таки попробуем чуть-чуть подольше Побыть вот в этой сфере Потому что я то рисовала, то музыка То танцевала Да Кстати, было такое раздолье Была музыка и спорт одновременно Но в итоге я все-таки завернула к спорту Слушай, ну классно Раз ты любишь музыку, мы тебе посвящаем премьеру Завернем, да, к музыке у нас премьера А Мохито, руки прочь, готова? Руки прочь, вот там медаль Пожалуйста, поехали, слушай, смотрим Я даже, знаешь, мне как-то стыдно представляться Тебя, честно, вот ты не обижайся, и тебя стыдно представлять У нас Мария Шурочкина, 11-кратный чемпион мира 11-кратная чемпионка Европы И олимпийская чемпионка Вот и все А тебе всего лишь 24 года, да? Мне уже всего лишь Мне уже всего лишь 24 года А можно я вот задам Ну, с одной стороны, дилетантские вопросы Но пойми, я не профессиональный спортсмен Но мне, правда, вот интерес Некоторые вещи Вот ты сказала Мы сейчас ездили на Урал Мы сплавлялись по реке Мы там занимались Да-да-да-да Но у тебя же, наверное, есть режим Тебе какие-то вещи запрещено вообще делать Вот, допустим, мы профессиональные спортсмены, там, игровые виды спорта Но им нельзя, там, горные лыжи, там, и прочее, прочее Это все прописано в контракте Как у тебя обстоит с этим дело? Есть что-нибудь? У нас нет контракта, где написано конкретно запрещенные действия У нас такого нет Мне кажется, просто умный спортсмен, он, в принципе, сам понимает, что ему не стоит прыгать, там, с парашютом Или Сплавляться по реке с порогами, опять же, на Урале Да-да-да, но я не из таких Я все равно туда лезу Но я пока не прыгала с парашютом, но планирую Так, подожди После спорта Теперь режим касательно, ну, так сказать, надо держать себя в форме Но, я так понимаю, у тебя проблем вообще никаких, даже вот ни грамма нет, понимаешь? Или бывает Бывает Да, то есть весы 25 сентября что должны показать? 25-го года 25 сентября должны примерно показать, ну, 51 Но это не принципиально, потому что... Представляешь, вес сказал, открою, я первый раз вижу Просто 50, да я мне никогда не... А какой у тебя рост? 46 Ой, 64 Немножко перепутан местами Слушай, скажи мне, вы знаешь еще, что интересно? У вас девичья команда, так или иначе, вы много лет вместе, там, ну и так далее Вот у вас хорошее отношение? Вы подружки, сестры? Либо у вас конкретно такие профессиональные рабочие отношения в основном? Мне просто любопытно Да, мы подкладываем друг к другу всякое Пурген Да, мы бьем Стекла Да нет, конечно, у нас... Я очень рада, что наш состав, он вот какой-то очень дружный, теплый И девочки молоденькие слушают старших Старшие не бьют младших, как бывает, старщины нет у нас Это уже хорошо, да Да, и слава богу, женский коллектив сложный коллектив Но у нас тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо Ой, это я с тобой согласен Мне просто интересно, ну когда такие победы, вы реально просто рвете планету уже, не первый год Но наше синхронное плавание, кто не в теме, это просто звезды номер ван 22 года 22 года, это просто абсолютный чемпион А есть кто не в теме, просто мне интересно Я тоже за это Я считаю, что отношения, да, должны быть Как минимум уважение друг к другу должно быть А подруги и подруги тоже... Это же дело второе, да? Да, но, знаете, я слышала разное Бывали составы там в прошлом, далеком, когда девчонки прям, ну соперничество превозвышало все Друг с другом Да, и чтобы попасть в состав, нужно доказать И все это как бы проявлялось на таком не очень положительном общении Такое было, но сейчас все хорошо И я очень рада, и я считаю, что я внесла какую-то долю Позитива То есть от тебя исходит в команде позитива Ты подкалываешь вот эти, которые там вот только увидишь, да, что кто-то стекла подкладывает там Вот это в рюкзак Сейчас тебе подумают, что это шутка, ребят, такого не бывает вообще Да, мы шутим, шутим, конечно Да, это перемигнули все Слушайте, а я вот занервничал, давайте так, шутки шутками, группа нервы, самый дорогой человек и продолжим Это твой тренер Все Когда же, когда же наступит этот день, когда все, что здесь происходит Да, это, во-первых, за эфиром будет показано, так сказать, и по радио транслироваться и прочее, прочее, прочее Потому что у нас Мария Шурочкина, мы тут такое с ней обсуждаем Одиннадцатикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы Олимпийская чемпионка И олимпийская А вот что для тебя более ценно, скажи Олимпийская чемпионка То есть ты отдала бы 11 мировых, 11 Европ за еще одну олимпийскую Вот такого вопроса, кстати, мне не задавали Вот подумай, 22 медали за одну олимпийскую, ты бы отдала? Золотую Да, только, только, только Ну, конечно В Токио, допустим в Токио, ну просто так Допустим Допустим А что же еще? Ну Ну, конечно, наверное, да Это же риторический вопрос Конечно, так да Риторический вопрос Господа перекупщики, которые будут как раз расплодавать все это добро после Олимпиады Вы можете сторговаться на базе Давай одно добро посмотрим А ты что нам принесла? Да, кстати Какое это золото? Это вот сейчас чемпионаты мира Ооо Это можно обсудить? Одна из трех медалек Почему из трех? Почему я когда беру, у меня сразу, у меня наращиваются слезы Остальные утопили что-то в последней? Нет Я почему-то подумала, что одной хватит вам привезти А две дома, нет, две дома, все нормально, не беспокойтесь Класс Можете их потрогать, они приносят удачу Пожалуйста, можно мне тоже там любви, самореализации? Стрековая красота Да, и бессонница Да, и бессонница А, да, это шутка А у меня уже есть, нормально Я как-то, слушай, я и так не сплю Да, Маша принесла золотую медаль Золотая Настоящая Слушай, ну а ты как вообще, вот скажи мне, реагируешь на твои, так скажем же, достижения победы Для тебя это норма или каждый раз, как в первый раз? Каждый раз, как в первый раз Серьезно? Ну, то есть без, без, не для красного словца Ну, знаете, наверное, эмоции немножечко подутихли Так Нет, 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 я вру, неправда Они всегда, они всегда очень сильные Просто Удержать победу сложнее, чем достигать каждый раз, мне кажется Да, вот знаете, очень мало кто понимает, что дойти до какого-то уровня это одно А дойти и еще держать, держать, держать на протяжении, там, десятков лет Это очень трудно И когда ты слышишь, что тебе говорят Да, вы все равно выиграете Это звучит как, типа, вам все равно легко Маша, да мы тебя как никто Да мы ничего, понимаем Знаешь почему? Подожди, знаешь почему? Вот попасть сюда, на страну ФМ, было легче, чем взял так, как каждый день Чтобы отсюда тебя не выкинули, не уволили Мы как никто другие, зна Слушайте, подождите Не, на самом деле, Миша, например, даже прикольный Я тут хотела сказать, я посмотрела однажды в Голливуде И там у Ди Каприо такая реплика была классная Что вот он был всегда на плаву Ну, не у Ди Каприо, а у Героя И вот 40 лет, он 40-летний уже актер Нет, на стране вам сложнее удержаться Мишина цитата Это, конечно, гораздо лучше Слушай, а давайте серьезный лад Серьезный лад Потому что сейчас мы решим Про деньги? Что ты, про деньги-то все время Да мы шутим Давай-то, про деньги потом, кстати Решим судьбу молодых девчонок Вот ты сейчас можешь повлиять на многих У нас очень большая аудитория Вот скажи Особенно маленьких Когда-то был выбор Да, нам звонят юные спортсменки Тайквондо, он занимается девочкой Смотри, рисование, пение, музыка и синхронная плавка Да, но скажи Какие должны быть данные Надо быть, извини меня, двухметровым Чтобы играть в баскетбол Но никуда не денешься Что в этом виде? Скажи Чтобы точно определиться Что ты годен Точно годен для этой профессии в будущем Маленькие девочки На что смотреть? На что смотреть родителям? На их желание Сейчас на морально-волюбых будем, да? Но это самое главное Физические данные Но антропометрия Это не так Все как в армии, друзья Руки есть, ноги есть Научим Все в наших руках Не важно, как ты выглядишь Я считаю Ну, если у тебя рост, конечно, там Четыре метра будет трудновато Но если что Можно отрезать Голову Короче, я считаю, что Все в наших руках И не важно, в какой В какой форме ребенок Если он хочет Его прям тянет к воде Отправляете И выйдет, как выйдет Не получится Пойдете музыкой заниматься У меня так и было Короче, попытка не пытка Да Надо пробовать Не умеешь Научим Не хочешь Заставим Синхронное плавание Друзья, рекламная пауза Мы скоро вернемся Будьте со страной ФМ С нами хорошо 19 часов 36 минут Вот сколько надо будет Раз, вот столько раз Я и буду объявлять Тем более, здесь мы не представили Здесь вот, знаете Аки Аки инкогнито Рафа стоит Пресс-атташе Специально контролирует меня Чтобы я не ошибился Итак, Раф, внимательно Не ошибся Давай Что? Тебе послышалось Мастер спорта Международного класса 11-кратная чемпионка мира 11-кратная чемпионка Европы Олимпийская чемпионка По синхронному плаванию Мария Шурочкина Спасибо Я просто должна поделиться Шок-контентом Шок-контент, поехали У Маши Ребята, чтобы вы понимали Насколько у всех Разная жизнь Разные будни У Маши Очаровашки такой Обаятельный Веселый С классным чувством юмора Я могу быть суровой Каждый божий день По 10 часов спорта Вы понимаете? Утренняя и вечерняя Тренировка И один день в неделю Выходной Все 10 часов Там люди хотят Ну не ври Ну не один в неделю А пять дней А потом один выходной Чуть-чуть поменьше Ну чуть-чуть поменьше Там один еще выходной На месяц размазывается Понимаешь, получается Нормально Ну, конечно, это капец Это Ты стальная леди Так, давай тогда Нет, подожди Вот у тебя было такое Не хочу, не могу Грустно, сложно Вот как ты себя берешь в руки И делаешь то, что надо делать Я просто знаю, что Я обязана Но я уже I have to I must I must I shoot And я иду в ассейн Ужасно Иногда Вот работать Через не хочу Это, кажется, иногда Бесполезно Но именно так На самом деле Все очень даже работает, да? Да, да А ты знаешь английский? Да А когда ты его успеваешь учить? Ну, вообще Вот в этот час Когда у тебя перерывчик между Нет, нет, в бассейне Когда полминуты Там как раз сделать нечего Это в английске песни звучат просто Слушайте, ну я вообще Все время слушаю музыку на английском Во-первых Во-вторых Меня мама отправляла К учителю Да К гимназии я училась Потом мне вообще нравятся Очень иностранные языки Это один из немногих Этих Дел Предметов в школе По которым у меня было пять Я прям фанатею от этого языка А как ты училась в школе? Так Я боюсь В школе? Да Ну, у меня было три троечки Три троечки было По каким предметам? Алгебра, геометрия, физика Потом еще химия добавилась Не буду Не буду Физкультура Физкультура Это было смешно Слушайте, с физкультурой Простите, у меня был случай Я однажды сломала палец Так, так На пионерболе Ага Ты отстой, спортсмен Раз не можешь играть с мячом В общем, она мне тройку поставила За то, что я сказала Мне надо быть поаккуратнее Ага, теперь она смотрит телек И говорит, вот я ей когда-то троечку поставила Шурчки Шурчки Трояк Пионербол Сейчас мы быстро тебя оправдаем Вот смотри Алгебра нужна? Нет Для этого есть федерация Там все тебе посчитают Все выйдут Геометрия Ну извини меня Синхронное плавание Мы все фигуры видим Какие вопросы могут быть? Химия Для этого допинг-офицер Все А по химии не было трояка По физике? По химии был попозже Сначала была четверка Потом все-таки Один урок пропустила И там все так Слушай, серьезный вопрос У меня накопились серьезные вопросы Все, хорош Своей ерунду Первое У тебя такой график Ты примерно понимаешь Что ты будешь делать потом Это важно для спортсмена Уже понимать в этом возрасте Когда, во-первых, произойдет Рубикон Что потом И личная жизнь, конечно Ну извини меня Пять дней в неделю Один выходной Ты как бы Ну ты уже человек Как ты Как это все устроено? Это устроено все Ммм Никак Красотка Никак Слушай, я сниму этот Это Сильно К сожалению Слушай, Миша Я уже стала с юмором К этому относиться Девочка, все круто Это у Миши постоянно Понимаешь, у него машина Просто мозг Ему надо знать, что будет через 10-5 лет У нас по-другому И все будет клево Подожди, про личную жизнь И как мы поняли А дальше что? Да нормально все Олимпиада Дарят деньги Машины, квартиры Там как раз время поедет На личную жизнь Да, я возможно буду Как бы идти по дороге И там встречу его Добра Дороги добра Из желтого кирпича Все, реклама, лобода, пуля, дура И мы скоро вернемся Пока Глашатый вечера Объявляет То бишь и я Давай Голоп Давай Мастер спорта международного класса Одиннадцатикратная чемпионка мира Одиннадцатикратная чемпионка Европы Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию И все это Мария Шурочкина Маша, ты цыганка Сколько тебе 40 браслетов здесь? 50 Ты руки качаешь Ну 50 Вот кто нас слушает 50 браслетов на каждом Покажи пальцы, пожалуйста На каждом пальце по кольцу Мне папа сказал, что у меня по дедушке на линии цыгане были Так что Ты боишься, что тебя выгонят из дома? Что на тебе, то на тебе или что? Я не знаю, я просто влюблена в аксессуары Поэтому Ну и у тебя, видимо, как сказать Пока отпуск У Маши до 25 сентября отпуск Можно все на себя Да, да, да Тепло зато А, тепло Слушай, скажи мне Вы когда отдыхаете Вы, я имею в виду твои коллеги-спортсменки-девчонки Вы в отпуске видитесь Или вы О, нет, ни в коем случае С некоторыми девчонками Общаешься, да? Вот у меня, например, моя хорошая подруга С которой я в комнате жила какое-то время Мы с ней частенько ездим куда-то за границу А, ну то есть вы прям подружки-подружки всегда Да Но все равно устаешь Даже вот от лучших подруг Хочется какой-то дистанции Устаешь и, да, уезжаешь И даже иногда в Инстаграме не смотришь Вот как-то вот прям так устаешь, что не смотришь Слушай, вы скажи Вот мы уже поговорили про детство Когда ты определилась, так скажем, со своим будущим Вот когда реально стало все получаться И ты поняла, что все Вот этим я буду заниматься профессионально Ну как на воде, начала держаться, правильно уже, то есть вниз? Ну нет, ну в каком возрасте? Не идти Вот прям чтобы понять, что я, кажется, кажется я крутая Да, да, да Тебя об этом сказали или что? Как ты это вот осознала? А мне постоянно об этом говорили Что у тебя способности, да? Да, что я молодец Но ты в это не веришь до какого-то определенного, наверное, момента То есть тебе говорят, ты такая умница Ой, вряд ли! Ну типа того, на самом деле Тебе тренер так говорил? Тренер? Да, тренер тоже Она говорила такое Так вот, я же не договорила Я поняла, что я чего-то стою Реально я осознала свою силу Когда попала в старшую сборную До этого я была в юниорской сборной Делала акробатику И была самой младшей в группе Я только потом начала вспоминать Насколько я все-таки была востребована в команде И только когда попала в старшую сборную Я поняла, что я дошла до какой-то финишной Очень важной А почему до этого были сомнения? Вот тебе говорят, ты говоришь, я не верила Не знаю У вас просто такая Ну как ей объяснить Ну у нас тоже отчасти такая работа Когда ты выходишь и каждый раз делом все доказываешь То есть здесь там не то, что никакого блата Ты вот-вот тебя все видят Вот, пожалуйста, вот как сделал, так сделал, да? То есть все очевидно Не, мы слезы с улицы, чтобы ты поняла Мы здесь вообще Ну нет, ну слышишь И видно все И вот у вас, тем более, вы выходите на соревнования Там, я не знаю, еще когда-то все понятно Кто чего достоин Почему тогда были сомнения в себе? Я считаю, это неплохо Когда человек в себе сомневается Я даже Вот эта неуверенность может сработать, да? Да, я даже люблю себе эту черту Но нельзя перегибать палку То есть ты должен верить в свои силы Ни в коем случае не говорить, что ты совсем уж прям ничего не можешь Чмо Но иногда Девочки, ну что же Это вот сомнение в себе, оно помогает самому себе же доказать, что ты все-таки можешь Поэтому, возможно, именно эти сомнения меня вывели Слушай, а наоборот, звездная болезнь Корона Била по тебе? Короночка Ну бывало такое? Это мой самый большой страх, наверное, поэтому я буду Да, буду прям аккуратно с этим Маша, я и удивилась, когда ты сказала, что тебе тренер рассказывает, какая ты распрекрасная Я вот что-то сомневаюсь, что, мне кажется, корона сбивается тренером просто на раз Сразу Ну тем более, тем более, тем более ваше Сразу, прям бам и все Она в этом плане, я очень люблю ее методику Она может человека и похвалить, и в секунду разрушить вообще все его надежды Ну представь, тренер, давай, кто не знает Да, извините, пожалуйста, Татьяна Николаевна Покровская, наше главное тренер Вот туда, вот туда Если вдруг вы смотрите, Татьяна Николаевна, я вам передаю привет Российского спорта Я, еще у нас много помимо Татьяны Николаевны, там еще Лена Анатольевна Ну понятно, большой тренерский состав Да, большой тренерский состав, и им большое спасибо, потому что они постоянно нас держат в таком напряжении Когда ты то, вроде я хорош, а вроде я не очень И тут вот надо работать, работать, работать Слушай, остается буквально 30 секунд, вот блестящий был разговор Вот я тебе говорю огромное спасибо Ты можешь дать какое-то наподствие людям, которые, может быть, сомневаются, себя не нашли Ну, как-то на распутье каком-то Вот что ты можешь сказать сомневающимся? Я уверена, что вы можете достигнуть всего, чего захотите Если определитесь, чего вы хотите, и будете делать все для этого Не важно вообще, чего вы желаете Это совершенно не важно Если вы этого хотите, и вы знаете, чего вы хотите, вы обязательно это достигнете Это я сто процентов знаю Золотые слова от Маши А вот блестящий это был разговор или нет, Лизочка, тебе расскажет Главный редактор Мне просто интересно было в этом плане Маш, спасибо тебе огромное Спасибо Мы будем тебя ждать, что самое главное, естественно, это Япония Переживаем, да, смотрим, следим Вот ты когда будешь сомневаться, будет тебе грустно Ты знаешь, что у тебя есть зрители, болельщики, фанаты Просто напиши Майку Войсов, а он тебе ответит Да, пожалуйста, приходите, болейте, и в Токио Будем держать кулачки Все, друзья, Мария Шурочкина была у нас в гостях Спасибо Ура, всем пока Спасибо Спасибо огромное, пока Субтитры сделал DimaTorzok